У кадетов интересная экскурсия. Сегодня они пришли в настоящий банк и узнают все о его работе, а также о том, как сохранить свои средства в безопасности. У кого своя карта банковская? Прямо на ней мое имя написано. Отлично, молодцы. Собственную банковскую карту с согласия родителей подросток может завести с 14 лет, а в 7 лет может попросить у старших выпустить для него карту, так называемую дополнительную, привязанную к счету родителей. Финансовая грамотность – это важная часть сегодняшнего времени. Наш банк пропагандирует и обучает пенсионеров, детей финансовой грамотности, проводим мероприятия в стенах нашего банка. Самое главное знать, мне кажется, как работает тот или иной продукт, допустим, это дебетовая карта. И самое главное знать, это, конечно же, что по телефону нельзя, скажем, кому-то рассказывать свои паспортные данные, номера карты и особенно на обороте специальный номер карты. Если вы выпускаете банковскую карту для ребенка, вы можете ограничить его траты определенным лимитом. Какие денежные суммы он может использовать ежедневно или ежемесячно. Это важно для обучения ребенка финансовой грамотности. Нужно понимать, что банковская карта – это ваш кошелек. И здесь правила безопасности действуют такие же, точно как с наличными денежными средствами. Действительно, многие предпочитают наличные денежные средства, считая, что они более безопасны. Но на самом деле это тоже не так. Ваш бумажник могут украсть, вы его можете сами потерять, где-то забыть. Поэтому здесь двоякая история. Думаю, что стоит пользоваться и наличными, и безналичными деньгами. Если говорить о безналичных деньгах, то это те же средства, которые требуют внимания. Специалисты банка советуют внимательно следить за сохранностью средств вашей карты. Не передавайте ее другим людям, не делитесь ни с кем логином и паролем. Научите правильному обращению с картами своих детей и пожилых родителей. Для них вы можете выпустить дополнительные карты с привязкой к своему счету. Человек заводит банковский счет в любом удобном для него банке. И он может обратиться в банк для того, чтобы получить несколько банковских карт. Банковская карта – это условно ключ, код доступа к вашему счету. К счету может быть привязано несколько карт у разных банков свои правила. Но в среднем 3-4 абсолютно точно можно. Чтобы, например, члены семьи могли иметь доступ к одному счету с разных ключей, с разных банковских карт. Так вы научите родных экономно расходовать средства. Лимиты по карте могут быть и на день, и на месяц. Напомню, для расчетов в интернете специалисты советуют использовать отдельную банковскую карту, чтобы средства были в сохранности.